Всем привет! С вами Егорыч, и сегодня я вам расскажу о японском СТ 7 уровня Type 5 Chiri. Ну и начнём мы с разбора ТДХ, а также плюсов и минусов данной машинки. Поехали! Из плюсов у нас приличный запас ХП в 1250 очков с топовой башней и 1150 со стоковой. Молниеносная перезарядка между снарядами в барабане в одну секунду. Неплохая маскировка, как для такой огромной туши. Замечательный обзор в 370 метров. Неплохая точность на 100 метров 0,35. И довольно быстрое сведение 1,7 секунд. Из минусов. Пробитие голдовыми ИБД снарядами 155 и 186, которая считается самым маленьким на уровне. Или же одним из самых маленьких. Огромные размеры, отвратительное бронирование башни и корпуса, ужасная динамика и почти недостижимая для этого танка максималка в 42 км в час. Ну и естественно маленький средний урон с одного снаряда 130 и средний урон с барабана 390. Теперь поговорим о снаряжении. Тут я рекомендую только один сетап. Стандартный автоматический петушитель, ремка и аптечка. Оборудование. Прилоды наводки, просветленка и вентиль. Еще конечно можете вместо приводов поставить рем-ящик. Но тут уже ваш выбор. Перки. Первым перком командиру лампу, всем остальным ремонт. Вторым перком командир ремонт, наводчик мастера оружейника, неходу король бездорожный виртуоз или чистота и порядок, радисту радиоперехват, заряжающему интуицию или бесконтактную боекладку. Третьим перком всем, повторяюсь, всем, а не одному и двум членам экипажа, боевое братство. На худой конец, то есть четвертым перком, можно также вкачать маскировку. Маскировка качается тоже всем. Краткая тактика. На чилике надо первую половину боя играть чисто от саппорта. Пользоваться довольно неплохими ОВН, про которые я забыла упомянуть в обзоре. И где-то в середине боя пытаться обходить противника с флангов и заходить в корму. Поскольку с нашим пробитием в лоб особо не постреляешься. А главное правило игры на нашем япончике это дай дурку дорогу, имея ввиду союзников. Ах да, забыл похвастаться. Этот танк я освоил за меньше, чем 50 боев. Кратко о танках-предшественниках. На пятом левеле нас встречает Тайп-3 Чуну. Один из самых необычных и неординарных танков на этом уровне. На шестом почти идентичный младшему брату, только более массивный Тайп-4 Чуто. Ну что ж, вроде бы все. Пришло время прощаться. Высокого фпс, адекватных союзников и эпичных нагибов вам. А если вам понравилось видео, жмякайте палец вверх, подписывайтесь на канал и вступайте в официальную группу ВКонтакте. Ссылку на результаты боя и на мою официальную группу ВКонтакте вы найдете в описании. А я вас оставляю наедине с боем и музыкой. Ну что ж, удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok